Краткая информация о проводимой работе органов внутренних дел по совершенствованию правопримительной практики, совершенствованию законодательства по противодействию гендерному семейному насилию. Хотелось бы отметить, что Министерство внутренних дел на сегодняшний день во взаимодействии с другими государственными органами, с органами местного самоуправления АИЛАК МОТУИ проводит расширенную работу по предупреждению и пресечению семейного насилия. Конечно же, эта работа включает в себя несколько направлений. Прежде всего, это совершенствование законодательства, изучение опыта, международного опыта, внедрение данных в практик лучших. Хотелось бы отметить, что в 2017 году, как вы знаете, в апреле месяце был принят новый закон об охране и защите от семейного насилия. Сотрудники органов внутренних дел приняли активное участие в разработке данного закона. Этот закон внес в себя очень много изменений, расширил круг субъектов, в первую очередь. 17 субъектов на сегодняшний день выполняют работу по противодействию семейного насилия. Если раньше было субъектов, там их несколько, до 10, сейчас этот круг расширился. Туда вошли и омбудсмены, и адвокатура, суд, как раньше был суд, но сейчас более активно стал прокуратура, и другие государственные органы, и в том числе органы местного самоуправления. Также хотелось бы отметить, что, как отметил Распеков, что там есть новые практики, как выселение, есть сроки, которые изменились по выдаче охранного ордера, а также другие изменения. Но, соответственно, с этим законом, вы знаете, что с 1 января 2019 года, как было отмечено, вступили в силу новые кодексы. Кодекс о проступках, о нарушениях, уголовно-уголовно-процессуальный кодекс. В связи с этим нами была проведена работа в составе международной рабочей группы по внесению изменений в данный закон. Мы привели его в соответствие с этими новыми кодексами. Как вы знаете, данный закон, проект закона прошел в первом чтении, был обсужден в Джоурпу Кенеш, одобрен на днях. И в соответствии с этим законом в 18 статей мы внесли соответствующие изменения, которые привели в соответствие с кодексами. Вторым этапом мы планируем, как наши уважаемые депутаты также предложили, предлагает нам и гражданский сектор, и правительственные организации, и международные организации. Вторым этапом мы должны, конечно же, нести изменения по усилению ответственности. В связи с этим в данное время международная рабочая группа также направлена в аппарат правительственной экспертизы. Потом будет, согласно регламенту правительства, направлен по министерствам и ведомствам на согласование. Проект закона, который будет включать статью 504 Уголовно-процессуального кодекса изменения. В части того, что будет применено задержание. Задержание в отношении лиц, совершивших семейное насилие. Если с их стороны будет угроза, например, виновник, насильник, он может продолжать применять физическое насилие. Представляет угрозу, состояние алкогольного находится или наркотического опьянения. Мы внесли там три основания. Данный законопроект в ближайшее время будет, если согласно регламенту правительства, согласован с министерством и ведомствами, он будет внесен уже в Джубурку, Кенешик, Выско-Республике. Ну, конечно, хотелось бы отметить, что большую помощь нам оказывают, конечно же, неправительственные международные организации. У нас был в 2015 году при поддержке управления ООН по наркотикопреступности СОДОМ веб-сайт, где у нас есть вся размещается гендерная информация. Ролики социальные. Мы постоянно снимаем, значит, такие подготавливаем видеоролики, которые транслируются на национальном телеканале. Размещается эта информация на сайте, потому что профилактика очень информационная, для нас очень важна. Поэтому мы сотрудничаем со средствами массовой информации, стараемся постоянно обновлять информацию, актуализировать в рамках тех... Семейное насилие тоже трансформируется, оно не такое, как раньше, но меняется. Как меняется наш мир, так и меняется различное насилие. В связи с этим мы стараемся идти много со временем. И очень большое внимание мы уделяем обучению сотрудников. На сегодняшний день, когда у нас был принят закон, мы сразу же среагировали и провели обучение свыше 600 сотрудников по всей республике. Особое внимание мы уделяем в регионах. И также разработаны онлайн-курсы, потому что сейчас уже идет год цифровизации, меняется все, вот эта техника совершенствуется. Мы сейчас планируем провести обучение всех сотрудников посредством онлайн-курсов, которые у нас тоже есть на сайте МВД, вы можете ознакомиться.